Сочи – это достаточно крупный по площади город на Черноморском побережье, один из важнейших курортов Краснодарского края в частности и России в целом. В муниципальное образование – город-курорт Сочи. Он протянулся примерно на 140 километров по побережью от границы с Туапсинским районом до границы с Абхазией. В его состав входят в том числе такие микрорайоны – Адлер. Именно там расположен Международный сочинский аэропорт – Хоста, Кудепста, Мацеста, Мамайка, Головинка, Совет Кваджи, Вардане, Мамедово-Щель, Лоо, Учдире, Лазаревское. А вот до Анапы, например, от центра Сочи расстояние приличное – около 330 километров по извилистым трассам, то есть, примерно 6-7 часов на машины. Несмотря на распространенность автобусов и некоторые их преимущества перед железной дорогой, пригородные электропоезда все равно играют важную роль в транспортном обслуживании Сочи. Они пользуются большой популярностью, как у местных жителей, так и у туристов. Среди причин этому – очень насыщенное расписание, которое позволяет удобно спланировать ту или иную поездку. Более того, специалисты РЖД следят за наполняемостью и в дни повышенного спроса могут добавить поезда, подвижной состав, который всегда поддерживают в очень приличном состоянии, своевременно проводят нужные виды ремонта и обслуживания. Помимо «обычных» вагонов российского производства, это также свежие поезда «Ласточка», «Сименс Веларуар Юэс», которые работают на отдельных направлениях, но проезд в них осуществляется по обычным билетам, большое количество пунктов назначения. Это Туапсе, Лоо, Аэропорт, Адлер, Краснодар через Горячий Ключ, с пересадкой, и многие другие, высокая безопасность, по сравнению с автобусом, маршрутка или такси, разумные тарифы, а также наличие льгот для отдельных категорий пассажиров. Обратите внимание, низкий сезон электропоездов традиционно меньше, чем «высокий». Это делается специально, чтобы они не ходили пустыми. Железнодорожный вокзал «Сочи-Сочи-Парк» Станция расположена по улице Горького, 56. Доехать до нее можно автобусами 3, 36, 86, 102,103, 111,119,121,155, КС-169. С другой стороны находится остановка «Привокзальная», через нее следуют автобусы 15 и 24. Расстояние до популярного санатория «Светлана», что на курортном проспекте, составляет не менее 5,4 километра на автомобиле. Электрички в Сочи не найти очень тяжело, везде имеются указатели на двух языках, русском и английском, а также световые табло. Парк «Ривьера» Сочи – это железнодорожная станция, которая находится в северной части Большого Сочи, в пяти километрах от границы России с Абхазией, в северной части Олимпийского парка. Вокзал построен к Олимпиаде 2014 года и отвечает всем современным требованиям, которые предъявляются к такого рода сооружениям. Из ближайших объектов, интересных для туриста, собственно, парк, стадион, фишт, несколько замечательных музеев, ледовый дворец, большой, многофункциональная арена, куб, а также кафе, рестораны, и многое другое. По станции «Олимпийский парк», что в Адлере, расписание электричек включает, кроме упомянутых поездов из Тупаси через Сочи и обратно, также два рейса в день до Розы Хутор, один – до Горячего Ключа, но через Сочи, и Ласточку до Краснодара обратите внимание. Ранее, до 15 марта 2016 года, станция называлась «Олимпийский парк», затем была переименована в «Эмеритинский курорт», а вокзал сохранил старое название. Поэтому в расписаниях и вообще в обиходе употребляются два наименования одновременно, одно в скобках после другого, или другим подобным способом. Не стоит путаться, они обозначают одно и то же место. Санкт-Петербург-Петергоф электричка поездов на этом направлении достаточно много и они удобно, разнесены по всему дню, а не сбиты в какой-то определенный промежуток. Таким образом, интервал составляет от часа до трех. Тем, кто интересуется, как доехать до «Олимпийского парка» из Сочи, обязательно пригодится время отправления от станции Сочи. Оно следующее – 7 часов 31 минута, 8 часов 31 минута, 9 часов 31 минута, 11 часов 54 минуты, 12 часов 37 минут, 13 часов 50 минут, 16 часов 28 минут, 20 часов 14 минут. От Сочи до «Олимпийского парка» электричка проезжает за 45-52 минуты по расписанию, в зависимости от конкретного графика, количества остановок и т.д. Ежедневно, однако РЖД вправе менять расписание, сдвигать отправление той или иной электрички, временно или постоянно отменять их вообще, а также запускать дополнительные поезда при необходимости. Поэтому перед тем, как добираться, лучше уточнять на сайте rzd.ru время отправления электричек на конкретную дату, например, на завтра, чтобы не попасть в просаг и не потратить много времени зря. Обратите внимание, все электрички на данном направлении – проходящие. Начальная станция у них – Туапсе-Пас. Учитывая, что билеты продаются без указания мест, возможно сильная заполненность вагона и то, что можно будет ехать именно сидя, никто не гарантирует. Полный билет от Сочи до Олимпийского парка стоит 155 рублей. Звездочка за провоз велосипеда, при наличии, нужно доплачивать. Бесплатный проезд, детям до момента, когда им исполнилось 5 лет, также без оплаты на электричке могут ехать пассажиры, которые являются льготниками федерального уровня, школьники и студенты Краснодарского края, а также лица других категорий, определенных законодательством данного субъекта федерации, имеют скидку на проезд. Сколько именно? 50% от действующего полного тарифа. То есть, в данном конкретном случае, на маршруте от Сочинского вокзала до Олимпийского парка, такому человеку нужно будет заплатить 77 рублей 50 копеек звездочка в одну сторону. Лица, имеющие право на льготный проезд, полностью бесплатно, или со скидкой, должны иметь при себе оригиналы документов, подтверждающих такое право, удостоверение, свидетельство и т.д., в зависимости от конкретной категории, и предъявлять их по первому требованию любого уполномоченного лица, кассира, контролера. Важно! Ксерокопии не принимаются во внимание и права на льготный проезд не дают. Поэтому кассир имеет право пассажиру с такой бумагой не продать льготный билет, а при выявлении в поезде, этот человек может быть оштрафован согласно действующему законодательству. В обычных кассах на станциях, не только на вокзале Сочи, в терминалах самообслуживания на станциях. В качестве платежных средств принимаются наличные рубли или банковские карты международных систем, виза, мастер-карты и другие. Можно за один раз оплатить любое необходимое количество билетов, а вместо одностороннего проезда заплатить сразу за билеты туда-обратно. Скидка не предоставляется, но можно хотя бы несколько сэкономить время, а это уже немало. Онлайн оплатить проезд в электричках невозможно. Правда, в этом и нет никакой необходимости. Поскольку места в билетах не указаны, то не может быть ситуации, когда билеты попросту перестают продавать, в отличие от обычных поездов, где места вполне могут попросту закончиться, и это абсолютно нередкая ситуация. Важно, билеты нельзя выбрасывать, их нужно хранить на протяжении всей поездки. При выходе на станции назначения придется предъявить билеты, если такового не окажется, проезд потребуется оплатить снова. Обычные «электропоезда», каковы ездят во многих регионах России. «Ласточка» — лишь одна. Кроме вышеперечисленных электричек, имеющих четырехзначные номера, означающие пригородное сообщение, существует еще одна, существенно отличающаяся от них. Это состав «Ласточка», который на данном маршруте имеет номер 203С и следует из Краснодара. Разница в том, что билеты в него продаются с указанием номеров мест, как на обычный поезд. Проезд от Сочи до Олимпийского парка обойдется в 160 рублей «звездочка», то есть, всего на 5 рублей дороже, чем в обычной электричке. А купить билеты можно с указанием паспортных данных пассажира на официальном сайте rzd.ru, в терминалах самообслуживания, или любой кассе. Другие виды транспорта в качестве альтернативы электричкам те, кто не знает, как именно добраться от ЖД вокзала с Сочи до Олимпийского парка, могут использовать автобус 125 и маршрутное такси 124С. Их остановки находятся совсем рядом, причем, те и другие ходят намного чаще электричек. Время в пути составляет в среднем 50-60 минут. Стоимость проезда значительно меньше, чем у электрички, 91 рубль. «Звездочка» стоит отметить, что электричка Сочи Олимпийский парк является комфортным, удобным и безопасным видом общественного транспорта. Проезд обойдется, правда, дороже, чем в автобусе, зато дешевле, чем на такси. «Звездочка» цены указаны по состоянию на август 2018 года. «Звездочка»